Школьный конфликт привел на больничную койку. Пятиклассница восьмой школы госпитализирована с сотрясением мозга. Так завершились разногласия среди одноклассников. Мама пострадавшей девочки обратилась в прокуратуру. Продолжит Оксана Шиманович. Вместо уроков постельный режим. Ближайшую неделю Ангелина Лысенко проведет в больничной палате. В отделение травматологии она попала с сотрясением мозга после конфликта с соседом по парте. После физкультуры мы пошли в класс. Мальчики начали забирать у девочек портфель. Я у него отобрала портфель и отдала девочке. Все начали хором кричать. Артем из моего класса сказал, бей ее. Он взял меня и толкнул. Я вдарилась головой о парту. Со слов одноклассников и классного руководителя Ангелины специально девочку никто не бил. Она сидела, качалась на стуле. Мальчик ее случайно толкает. Ангелина падает и ударяется головой о ножку парты. Сознание она не теряла. Вела себя точно так же хорошо, весело, замечательно у нее все было. Ситуацию тут же разобрали. Девочка была в нормальном состоянии. Не обратились даже ни к школьному медику, который в школе находилась. Жалоб никаких не предъявили. Помирились с мальчиком. Однако уже на следующий день пятиклассница с сильной головной болью была госпитализирована в первую горбольницу. Девочка 11 лет поступила к нам в отделение 18-го числа февраля в 3 часа дня с диагнозом сотрясения головного мозга. Ребенок обследован. Ребенок получает лечение. Настоящего медсостояния удовлетворительная. По словам Ангелины, отношения в коллективе у нее не заладились с первого класса и обижают девочку из-за того, что ее мама работает в той же школе дворником. С первого класса они начинали меня как бы дрожнить, обзывать. Они меня сначала обзывают, потом уже начинают. Ну, они вот наживут у меня как-нибудь плохое. Я начинаю на эти, они начинают дрожниться, бить, подходить, все отнимать, учебники взять, портфель пинают. У тебя телефон не такой, как у нас у них всех, сенсорный телефон, а у них он опышный. У тебя мама взяла этот телефон в помойке, принесла и дала тебе. Ну, я что, во дворе это убираю, возьму сроки. Ну, вот они так и на нее говорят. Мама девочки обратилась в прокуратуру с жалобой. В школе случившееся называют неприятным инцидентом. У нас ни у одной Ангелины мама дворник. Ангелина может сама позволить подобные вещи. Если по каждому такому поводу родители будут в прокуратуру бегать, в прокуратуре больше нечем будет заниматься. Дерутся дети многие и дерутся по разным причинам. Они дерутся и в школе, и дома. Поэтому здесь просто нужно, наверное, задуматься и родителям, и учителям над тем, как вместе исправить ситуацию. То есть я призываю и родителей чаще в школу приходить, и общаться, и искать точки соприкосновения в воспитании детей. Я думаю, что эта ситуация поправима. К работе подключен и в этом классе конкретно педагог-психолог, и социальный педагог. И запланировано родительское собрание, на котором мы обсудим этот вопрос в очередной раз. Психологи говорят, что подобные конфликты возникают, когда дети борются за лидерство в коллективе. В последнее время, с сожалению, отмечают специалисты, кулаками отстаивают свою позицию не только мальчики, но и девочки. В этом возрасте для ребенка на первый план его жизни всегда выходит общение со сверстником. И ощущение себя, насколько ребенок доволен жизнью, доволен собой, оно во многом определяется тем местом, которое он в этом коллективе занимает. Если мы найдем для ребенка сферу применения его способностей и талантов, он, естественно, будет добиваться каких-то хороших результатов. Он займет тогда свое место, и, в принципе, вот этой проблемой, острой, связанной с тем, что обязательно нужно как-то самоутвердиться через агрессивные формы поведения, эта проблема просто не возникнет тогда. Чтобы избежать таких ситуаций, психологи советуют обсуждать подобные темы с детьми уже в начальной школе, не дожидаясь подросткового возраста. Что же касается конкретного случая, правых и виноватых установят по результатам прокурорской проверки.